Как создается смеситель. Для создания одного такого смесителя требуется 27 деталей, 30 производственных этапов и 100 операций, выполняемых вручную. Литейный цех компании Hansgrohe. В литейном цеху эта латунная чушка превратится в заготовку смесителя. Самостоятельное литье трудоемкий процесс, но Hansgrohe это не останавливает, ведь литье требует серьезной квалификации. А еще мы уверены, форма и функция должны происходить из одного источника. Настоящее качество можно увидеть, почувствовать и даже услышать. Слышите что-нибудь? Отлично! Вода течет очень тихо. Это тоже показатель высокого качества. Для создания латунной заготовки нужна специальная форма. Полости будущего смесителя, по которым потом будет течь вода, во время литья должны быть заполнены. Их заполняют болванкой, состоящей из кварцевого песка и двухкомпонентного клея. Процесс изготовления песчаных болванок похож на процесс приготовления печенья. Ингредиенты запекаются в печи при температуре 280 градусов. Латунь плавится при температуре около 1000 градусов. На следующем этапе расплавленный металл подается в форму под давлением 0,3 бара. Горячий воздух при этом поднимается вверх. При высоких температурах клей в песчаных болванках растворяется. Когда латунь остывает, песок просто высыпают из заготовки. В этой огромной моечной машине вымываются остатки песка. После того, как песок выполнил свою работу, его перерабатывают и используют в дорожном строительстве. Даже такие отходы, как литники и град, отпиливаются и переплавляются. Рабочий проводит проверку качества на произвольно выбранном образце. Теперь заготовка отправляется на следующий производственный этап – в шлифовальный и полировочный цеха.